В рабочий полдень к чему может привести военная операция США в Венесуэле? В рубрике «В рабочий полдень» сегодня представляем непривычную тройку высказываний или действий известных лиц, а только одно заявление властей США о том, что они не исключают военные операции на территории Венесуэлы. Страстей во всю эту историю добавил откровенно сознательный слив прессу слов Джона Болтона, записанных тем в своем блокноте. Речь о заявлении по поводу ввода 5000 американских военнослужащих в Колумбию. Похоже на блеф со стороны США, но тем не менее обсуждение достойно. Заявление одно представляемых выводов три. Если представить, что США действительно собираются использовать территорию соседних с Венесуэлой стран для возможного вторжения в Венесуэлу с целью усадить в Каракасе своего С. сына. Не говоря о долгосрочной перспективе, стоит немного поразмышлять над тем, что в случае вторжения произойдет в регионе и в мире сразу же вслед за гипотетическим началом американской операции. Первое, что практически очевидно, взлет цен на нефть, так как нефтяные месторождения и промышленный нефтехимический сектор без боя сдан не будет. Слишком большие деньги в этой отрасли вращаются, в том числе и поэтому США и вспомнили о недостатке демократии в Венесуэле. Прогноз по поводу барреля по 100 долларов в такой ситуации выглядит вполне реальным. В свою очередь это снова оживляет внутриамериканские сланцевые проекты, многие из которых к настоящему моменту либо приказали долго жить, либо находятся на грани рентабельности, при ценах на уровне 50-60 долларов за бочку. С другой стороны, рост цен на нефть существенно выше 60-70 долларов за баррель не входит в интересы США, так как снизится уровень конкурентноспособности американских товаров даже внутри самих США. Второе, сам факт военной операции фактически под боком у США приведет к гигантской волне беженцев. При учете того, что население Венесуэлы составляет около 31 миллиона человек, превращение по меньшей мере 10% от этого числа в переселенцев реалистичный сценарий. Из этих 3 с лишним миллионов большинство потянется именно в сторону Соединенных Штатов через Центральную Америку, включая Мексику, власти которой, кстати, не поддерживают американского ставленника Хуана Гуаида, понимая, к чему ситуация может в итоге свестись. Стену к тому моменту Трамп вряд ли успеет достроить. Третье, США постараются воспользоваться ситуацией для создания так называемого латиноамериканского аналога НАТО. Аргументация слышна уже сейчас, в целях поддержки демократии в Латинской Америке. Цель – не только полный контроль над двумя американскими континентами, но и выбивание финансирований из латиноамериканских бюджетов по примеру того, как это выбивание со стороны США, 2% ВВП, проявляет себя в Европе. Дополнительный итог может быть таким – страны, которые имеют технологии, но все еще сомневаются в целесообразности продолжения разработок в рамках военных ядерных программ, глядя на ситуацию с Венесуэлой, точно захотят застраховать себя от подобных рисков. Рисков обнаружения у себя штатами недостатка демократии. Поможет ли? Вопрос открытый.